Добрый день! Рада приветствовать вас в гостеприимном доме великого маэстро, выдающегося композитора, всемирно известного дирижера, видного общественного деятеля и педагога Арама Ильича Хачатуряна. Дорогие друзья! Думаю, поклонники маэстро согласятся со мной в том, что его творческая биография является уникальным случаем в мировой музыкальной истории. До 19 лет его ярчайший музыкальный дар не получил профессиональной академической базы, и лишь уже взрослым юношей, поступив в музыкальный техникум имени Гнесиной, он впервые знакомится с музыкальной грамотой. И тем поразительней необычайный стихийный взлет творческой фантазии молодого музыканта, создавшего еще в студенческие годы произведения неприходящего значения. И какой надо было обладать творческой смелостью и гениальным чутьем, чтобы стать первопроходцем и стать первым практически во всех крупных жанрах в истории армянской классической музыки. Создатель первых армянских инструментальных концертов для фортепиано, скрипки и виолончели. Создатель первой армянской симфонии, создатель первого армянского балета, музыки к первому звуковому армянскому фильму и так далее. И все эти попытки, шедевры, которые перешагнули эпоху и вышли за рамки национальных достижений, заняв свое достойное и прочное место в мировой музыкальной культуре. И сегодня мы поговорим об одном из перечисленных произведений, которое для меня лично, как для пианистки, особо важно, особо ценно и любимо. Это фортепианный концерт Арама Ильича, созданный им в 1936 году. Концерт для фортепиано и оркестра ре-бемоль-мажор. Концерт для фортепиано и оркестра ре-бемоль-мажор. Следует отметить, что в это же время молодой композитор получает заказ на написание музыки к такджистскому фильму с довольно крупным гонораром. Однако Хачатурян сразу же отвергает этот заказ, так как горит желанием написать именно фортепианный концерт. Первый публичный показ концерта состоялся в кабинете директора Московской консерватории Генриха Нейгауза. Новинкой были заинтересованы известные московские пианисты, музыканты, музыковеды, педагоги. Просторный кабинет директора был заполнен до предела. Студенты устроились на подоконниках. И этот первый показ стал заметным событием, и о новом произведении молодого композитора сразу же заговорила вся музыкальная Москва. Именно фортепианный концерт стал первым произведением, принесшим композитору широкую известность за рубежом. После предстательного исполнения в июле 1937 года концерта замечательным пианистом Львом Абориным, которому, собственно, Арам Ильич и посвятил этот концерт, произведение сразу же включили в свой постоянный репертуар многие американские и европейские пианисты. В числе его первых исполнителей – великий Артур Рубинштейн, Уильям Каппелл, Маура Лимфани, Оскар Левант и другие. Между прочим, с Маурой Лимфани, которая считается первой исполнительницей фортепианного концерта «Хачатуряна» в Европе, маэстро выступил через несколько лет в Лондоне. На репетициях она просила называть себя Муркой. А концертмейстером Лондонского филармонического оркестра в те годы выступал замечательный скрипач армянского происхождения Манук Барикян. Американская премьера концерта состоялась в Бостоне в 1942 году. После блестящего вечера дирижер Кусевицкий прислал в Москву восторженную телеграмму, который сообщил, что не помнит подобного успеха нового произведения современного автора. Уильям Каппелл, молодой и необычайно одаренный пианист, жизнь которого трагически оборвалась через несколько лет в авиакатастрофе, исполнил этот концерт множество раз в различных городах США, Канады, Латинской Америки. И популярность концерта была такова, что, где бы он ни выступал в эти годы, публика настойчиво требовала исполнения именно хачатуряновского концерта. В одном только сезоне 1943-44 годов в США концерт прозвучал более чем 40 раз. После ошеломительного успеха фортепианного концерта в начале 40-х газета Globe and Mail писала о том, что американцы постепенно становятся хачатуряно-сознательными. Несколько слов из воспоминаний известного американского композитора Сэмюэла Барбера. В 1943 году мне довелось побывать в Бостоне, где исполнялась моя новая пьеса. И уже во время репетиции дирижер Кусевицкий сказал с таинственной и заинтриговывающей улыбкой, приберегаемой им для самых блестящих событий. «Вы сейчас кое-что услышите, мой дорогой», – сказал дирижер. И он был прав. Прошло 20 лет, но и сейчас я живо помню мое первое впечатление от хачатуряновских красок и ритмов. Хачатурян говорит голосом своей страны, голосом своего народа. И композитор, который делает это с такой непосредственностью и непринужденностью, – это большая редкость. И сегодня музыкальный язык концерта остается таким же новаторски свежим, открывающим безграничные просторы для разнообразных интерпретаций современных пианистов, в числе которых хотелось бы отметить всемирно известного музыканта Бориса Березовского, в репертуаре которого концерт маэстро занимает особое место. Закончить нашу встречу я хочу фрагментом из статьи газеты New York World Telegram, напечатанную в мае 1942 года. Вчерашние восторги зрительской аудитории были подобны взрыву. Концерт сразу же производит большое и неизгладимое впечатление. Музыкальный материал – волнующий, свежий, частично связанный с музыкальным фольклором Армении. Композитор разрабатывает его в трепетной симфонической ткани, захватывающих драматических кульминациях. Это слияние современного языка и экзотических тем вносит остроту и новизну в это сочинение. Без сомнений, концерт должен быстро завоевать себе выдающееся положение. Музыкальный материал Музыкальный материал